В поселке Искатели приняли работы по благоустройству общественных и дворовых территорий. На одной из них, детской площадке по улице Угольной, обустройство выполнялось в рамках реализации государственной программы формирования современной городской среды. Еще один объект благоустройства – двор дома 34 по улице Тиманской – осуществлен в рамках программы поддержки местных инициатив. Вместо старого деревянного тротуара – цветной из плитки, а у каждого подъезда стоят скамейки, урны и декоративные заборы. Работы по благоустройству двора у дома 34 по улице Тиманской проводились по программе поддержки местных инициатив на окружные и муниципальные средства. Владимир Кабанов – один из инициаторов реконструкции придомовой территории. Если бы вы видели, что здесь было, эта дорожка была тут, она была вся горбатая, убитая. Сейчас у нас прекрасная дорожка. Я думаю, еще все это здесь улучшится потихоньку. Посадим, зарастет травой. Завершилось благоустройство двора озеленением территории. Сотрудники администрации поселка и жители дома высадили 12 саженцев. Береза, ольха, где-то такие, все местные такие деревья, которые мы можем использовать. Там, где нам разрешили их копать, мы их можем взять. Здесь у нас, естественно, деревьям занимается наше предприятие, комбинат. Оно приезжает, мы их на определенном месте изъяли, и мы их здесь пересадили. А это новая игровая площадка у дома по улице Угольной. Сейчас проводить время здесь стало не только интереснее, но и безопаснее. Она стала намного больше. Тут появились больше элементов, стала другая поверхность, и забор появился. Кроме обновления игровых элементов, здесь также были посажены деревья. Детская площадка была реконструирована в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». Данная площадка построена, конечно, по просьбе жителей, в первую очередь. Это комфортная городская среда. Значит, весь объект построен у нас предпринимателем. Работы выполнены в срок, качественно. Работы проплачены. Все нормально. На сегодняшний день у нас мы завершаем этот этап, как бы посадка деревьев. Тут трудовое участие граждан. Граждане пришли, поучаствовали. Ну и администрация, конечно, тоже участвует вместе с ними. С 2019 года госпрограмма «Формирование современной городской среды» стала частью нацпроекта «Жильё и городская среда». Ниньский округ, как и другие регионы, получают на её реализацию средства из федерального бюджета на условиях софинансирования. Согласно условиям федерального центра, не менее 10% средств должно быть предусмотрено региональным бюджетом. Таким образом, общая стоимость регионального проекта составила чуть больше 23 миллионов рублей с уровнем софинансирования 50%. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север».